всем привет давайте в этом видео рассмотрим как сделать шахматы все способы разберем спасибо подписчику за идею погнали разбираться как это да что так разберемся самыми простыми первый способ это стыковочный давайте вот откроем сферу вот так вот и и вытянем edit make polymesh как всегда зайдем в саптулы и давайте еще дубликат сделаем так вот такая сфера вот вторая и давайте с помощью мов вот эту вторую сферу опустим на низу так вот так теперь первую сферу давайте уменьшим в геометре вот таким образом даже еще поменьше наверное вот вот так вот и и теперь давайте на низ чтоб более-менее на красивее было помощью альтера и мыши можно передвигать не забывайте днем drive и теперь опять саптулы и находим up and и делаем цилиндр вставляем на него переключаемся так теперь его с помощью мов опускаем вот так вот ниже и опять же в геометре давайте все это дело уменьшим вот так и вот так вот все это делай вытянем вроде прикольно но можно еще чуть-чуть его так уменьшить для красоты тонкости так это все есть ну теперь давайте аппенд и давайте теперь опять цилиндр опять его вниз опустим вот таким делом зайдем опять в геометре сделаем чуть-чуть его побольше вот таким образом и немножко сплю с ним вот вот таким делом все это дело выравниваю все это дело подгоняем ну вот что то такое получилось так теперь давайте немножко маскированием поработаем делаем control w и вот так вот control левая кнопка мыши выделяем делаем control и и немножко вот это все дело в деформации доработаем так можно инфлаты нам как всегда вот так вот уменьшать вроде прикольно получается можно еще немножко его так вот так помягче сделаем ну ну и вот эту часть тоже давайте доработаем вот так вот делаем маску можно побольше чуть-чуть вот так вот делаем control и и теперь с помощью skyл немножко все это дело увеличим вот так вот ну и подровняем с помощью мов можно конечно сайзом вот здесь вот делать ну вот так вот прикольно будет так поработаем теперь давайте вот именно со стволом вот это вот часть вот сайз переключимся добавим control d так и немножко наверно опять маской поработаем а лучше маской можно поработать опять вот так вот делаем вот так вот так вот и вот так вот делаем control и и вот это все можно опять же скайл или скайл или так скайл чуть-чуть не работает не получается тогда давайте в деформации и опять же инфлаты нам так чуть-чуть поработаем вот так вот снимаем теперь маску и и вот эту вот нижнюю часть подошву давать ее поднимем именно к модели опять же тут снимем выделение и с помощью мов вот так вот все это дело приподнимем вот такая быстрая пешка у нас получилось прикольно теперь все это дело давайте объединим жмем merge down ставим автомат и вот так вот все части объединяем все получилось цельная модель смотрим полигруппы делаем одну и вот этому всему давайте сделаем сначала и на мэш вот такая штука вышла так ну что теперь можно с ней с нее сделать да вот так пешка как пешка она уже подходит можно и конечно сделать поменьше тут ствол чуть-чуть уменьшить это уже как вы будете по своей фантазии так следом давайте разберем второй вариант как сделать шахматы так откроем тулы откроем цилиндр вот так все это дело опять вытягиваем edit make polymesh все это дело shift левая кнопка мыши выравниваем и теперь заходим в диаметре жмем дай на мэш жмем control и добавляем дивайдов смотрим что тут получилось мы погнали теперь в сайзе чуть-чуть прибавим вот так вот и немножко поработаем с трансформ включаем активация симметрии радиалы по игреку радиалов ставим побольше вот таким делом ну и посмотрим как это все дело работает вот таким образом сначала мы заходим кисти и жмем планер вот этот и теперь посмотрим дров сайс побольше поставим вот таким делом так не зайдем в брас и вот этот депт опустим чуть-чуть пониже глубину сделаем вот так вот вот теперь попробуем вот так вот так и вот так вот вот таким образом делаем дров сайс стиль поменьше и вот эту часть попробуем вот так все это дело доработать вот таким образом следом уменьшим дров сайс добавим дивайдов еще побольше уменьшим дров сайс и вот здесь вот так вот можно сделать вот так вот а можно поработать кистью стандарт ее ставим интенсивность чуть-чуть уменьшаем и дров сайс тоже еще поменьше делаем и вот так вот можно дорисовать где-то что-то вот таким образом так здесь тоже дорисуем вот такая штука прикольная получается так а здесь давайте немножко вот так вот углубим вот так прикольно вот это осталось сдвиг немножко уменьшим ну и в принципе все прикольная фигурка такая получилась теперь control shift делаем trim rect и вот это лишнее давайте вот так вот уберем уберем lower divide вот таким образом третий вариант вот это все дело можно вот так вот обрезать любая форма любая форма пешки вот так все это дело можно делать вот уже получается в принципе пешка на магнит на доску здесь будет магниту такая любая форма ее может быть плоская кони лошади и так далее так рассмотрим третий вариант это заходим в ликбокс находим тулы и находим shadow box вот он по прошлом видео вы уже наверно знаете как им пользоваться включим симметрию x вот это баг reach вот эти зад перед бок вниз короче смотрите видео как это делать включаем стандартную писть пусть стоит и жмем control можно работать вот с этими с этими строками включаем круг вытягиваем пробел удерживаем кнопкой мыши левая тоже удерживаем и вот так вот рисуем ну и вот так тоже добавим во время видео дюжит не растягивать вот у нас получается вот такая форма уже для пешки заходим в геометрии находим shadow box отключаем отключаем ненужные симметрии флур можно отключить и с помощью обрезки вот так все это дело обрезать вот такая уже у нас получается пешка также ее можно с помощью мофа эластик с помощью симметрии смотрим где у нее симметрия вот так вот моделировать любой вид ей придавать где-то дорабатывать словом не будем на этом зацикливать внимание вот такой вот тоже есть вариант с ней можно работать здесь где-то вытягивать где-то дорабатывать с помощью кистей так рассмотрим третий вариант это получается у нас моя любимая кисть курфлетрот уменьшаем драфсайз и вот так вот просто рисуем получается у нас вот такая заготовочка и вот с нее мы начинаем моделировать именно нашу пешку уменьшаем драфсайз вот так этот вид придаем где-то поддавливаем где-то чуть-чуть выкручиваем ну в принципе его тоже разберетесь вот такая штука получается добавить ей немножко толщины вот так вот заходим в саптулы и жмем сплит сплит ту перц вот так вот жмем окей вот она наша уже пешка теперь мы ее выравниваем именно по симметрии ротации вот так вот вот таким образом и жмем мов чуть-чуть вот вот так и отрегулируем смотрим что у нее за сетка и вот так вот все это дело можно обрезать и уже доработать это как третий вариант давайте рассмотрим четвертый вариант который можно сделать в следующем способе нам понадобятся вот такие альфы их можно скачать вот так вот понаходить и делать работу вот с этих вот или рассмотрим способ как сделать делать будем восьмерочки взбраш вот в этой программе откроем такую детскую программку скетч так симметрия скетч откроем и посмотрим что она нам может дать для альф кстати прикольно все это дело вот ставим перо черным цветом и вот так все это дело закрашиваем следом включаем симметрию вот эту вот клавишу ставим белую заливку тут и белую тут рисует симметрично для того эта программа и создана ну и давайте попробуем нарисуем пешку работаем с браш сайзом опять же и вот так вот ее преобразуем вот такая пешка получилась снимаем скриншот вот так вот и вот у нас готовая альфа следом заходим в лифтбокс открываем project и находим вот этот плагин 2d to 3d включаем его поднимаем нижнюю плашку жмем load и ждем когда высветится план вот план у нас появился ставим строк drag rect и загружаем альфу импорт рабочий стол и где она у вас сохранена вот так вот следом вот так ее вытягиваем здесь устанавливаем вот таким образом поменьше чтобы быстрее прогналась и жмем make альфа 3d ну а теперь наслаждаемся когда программа все сделает за нас вот вот такая пешка получилась зайдем в геометрии и сделаем ей дайна мэш можно конечно тут заремеш но это долго так что пардонте и ставим в рмс в деформации можно сделать polish вот так вот ну вот такая в принципе получается пешка ее можно доработать можно сделать чуть-чуть покачественней где-то допустим обрезать trim rect вот так вот ну и ничего так все всем пока до свидания надеюсь вам это пригодится в работе пока